Самарские новости спорта В борьбе набеги на ворота совершали обе команды, однако забить первую шайбу удалось только во второй половине первого периода. Славучич повел в счете 1-0, а через 5 минут его удвоил. У нас проблема была в вратаре. Мы не могли переиграть Егора. К сожалению, не могли. Но вот, наверное, нужен целый сезон, чтобы ребята нашли какой-то ход на крови и умение, скажем так, достать из себя поразить ворота. Надежда на победу военных летчиков еще была во втором периоде, но смоленская команда мастерски засушила середину матча, не дав реализовать самарцам ни одной голевой ситуации. Хотя, по статистическим показателям, время владения шайбой броском по воротам ЦСК ВВС переиграл Славутич. Это плей-офф. Тут другие игры. Играть надо по-другому. Играть надо проще. Надо пластаться, биться. Мы, наверное, не совсем это сделали. В третьем периоде летчики продолжили борьбу за выживание в плей-офф. Они грамотно оборонялись и уверенно шли в атаку. Удача им все-таки улыбнулась за полтора минуты до финальной сирены. Шайбу забросил Андрей Акамов. И уже в следующем игровом эпизоде главный тренер ЦСК ВВС Сергей Сошников, по примеру канадских профессионалов, меняет голкипера на шестого полевого. В надежде, играя в большинстве, сравнять счет и перевести игру в овертайм. Однако Славутич воспользовался нерасторопностью летчиков и забил последний гвоздь в самарские перспективы нынешнего сезона. Шайба влетела уже в пустые ворота. 3-1. Смоленский клуб продолжает поход за Кубком Федерации, а самарцы начинают подготовку к следующему сезону. Фактор отсутствия опыта игры в плей-офф в таких матчах, он сработал. И все ребята говорят о том, что просто наступило некое оцепенение от ответственности, от того, что это может быть последняя игра и так далее. Но хотя я бы сказал, что на сегодняшнюю игру они смогли раскрепоститься. И где-то нелогичные голы в наши ворота в первом периоде сыграли, конечно, злую шутку и судьба матча предрешена была. Борьбу в плей-офф высшей хоккейной лиги вместе со Славутичем продолжают лидеры регулярного сезона. Ростов, Мордовия и Тамбов, которые тоже со счетом 3-1 в четвертьфинале победили своих соперников. Юниор, Чебоксары и Челны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.